В эфире телеканала Юрган. Новости Ухты. В студии Евгений Ершов. Здравствуйте. Сегодня праздничный день и наш выпуск будет полностью посвящен Дню Знаний. В Ухте за парты сели больше 12 тысяч учеников в 27 школах города. Из них 1300 первоклассники. На праздники Знаний побывала Виктория Науменко. День Знаний, как водится, начался с торжественной линейки, на которой приветствовали в стенах школы первоклассников. Прозвучали поздравления от руководства школы, региональных общественников, представителей администрации. Первый день нового учебного года очень радостный праздник. И прежде всего, потому что именно в этот день коллектив школы номер 2 принимает свою большую дружную семью маленьких первоклассников. Добрый путь, дорогие ребята! И среди вас, первоклассников, я вижу тех, кто уже принимал участие в различных конкурсах проектных и следовательских работ. Я думаю, что вы станете хорошим продолжением тех традиций, которые заложены в этой школе. После традиционного первого звонка первоклассников проводили в кабинеты. Познакомиться с одноклассниками и учителями. Осеннее дерево дружбы мы сегодня посадили. Кто был внимательным? Скажите, кого у нас в классе получилось больше? Мальчиков или девочек? Школа номер 2, старейшая в городе, была построена в 1950-м. В прошлом году здесь закончили капитальный ремонт, и малыши с удовольствием осваивались в комфортных кабинетах. В этом году в школе 4 первых класса. Мы здесь рядом живем, и я слышала, что вторая школа самая лучшая в нашем городе. Школу отремонтировали, а вот цветовой музыкальной аппаратуры до сего времени здесь не было. В прошлом учебном году зал открывали только на выпускной. Из оборудования был музыкальный центр, мощности которого совершенно недостаточно. Девица Дарья Ворошнина, представитель родительского комитета. Предложено было следующее. Вместо того, чтобы потратить деньги на букет цветов, которых 27 штук учителю даже до дома донести тяжело, которые завянут через пару дней, предложено было вот эту сумму, которую семья планировала потратить именно на букет, пожертвовать фонд акции на приобретение аппаратуры в актовый зал. Идея получила название «Праздник детям вместо цветов». Она неоригинальна. В Москве проводили аналогичную акцию. Инициативные родители сегодня поддержали задумку и определенную сумму уже собрали. Кто-то заметил, в день учителя в школе будет также празднично, торжественно и красочно. И как сегодня будет много цветов. Виктория Науменко, Олег Белькеев, Юрген, Ухта. В день знаний в Ухтинских образовательных учреждениях спасатели рассказывали ребятам о правилах пожарной безопасности. В 16-й школе третьеклассники смогли даже примерить форму огнеборцев. Сотрудники МЧС донесли до ребят простые, казалось бы, истины. Не играть с огнем, обращаться с электроприборами осторожно. Куда звонить и что делать в случае пожара. Именно эти правила должен знать каждый ребенок, говорят пожарные. Сотрудник пожарно-спасательной части Дмитрий Жирнов показал учащимся, как пользоваться противогазом. Мне можно спокойно дышать 40 минут. И нам никакой дым не страшен будет. И сегодня же в Ухте прошла социальная акция МЧС России «Мы первыми приходим на помощь». Такой праздник для взрослых и детей спасатели проводят уже более 10 лет. Главное управление МЧС Республики Коми в этом году приурочило акцию ко Дню Знаний. Анастасия Сверчкова осталась под впечатлениями от выступлений спасателей. Сегодня на Первомайской площади собрались спасатели и пожарные со всего муниципалитета и соседнего Красногорского района. Все это дружные команды. Им часто приходится работать, выполняя ответственную миссию – спасать людей. Сотрудников МЧС и гостей города сегодня приветствовал мэр Ухты Магомед Османов и ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Сходая. Они дали старт торжественному маршу, в котором участвовали огнеборцы-спасатели, учащиеся кадетских классов и представители добровольных пожарных дружин. На площади представили 14 зенец техники. Среди них такая уникальная, как эта машина. Пожарно-спасательный автомобиль тяжелого типа, способный работать в широком диапазоне температур от 0,60 до 0,40. Этот и другие авто тоже прошли торжественным маршем по Первомайской площади. Представили не только широко известные горожанам пожарные автоцистерны с лестницами и автомобили повышенной проходимости, но и машины, предназначенные для тушения пожаров на объектах нефтяной и газовой промышленности. Там применяют особый порошок для тушения горючих жидкостей, газов и металлов, в том числе радиоактивных. Горожане стали свидетелями захватывающего действия. Пожарные вместе со спасателями вызволяли людей после ДТП, тушили горящий автомобиль. Сотрудники МЧС показали, как быстро, четко и слаженно огнеборцы и спасатели ликвидируют чрезвычайные ситуации. Акция в День знаний не совпадение, отметил начальник главного управления МЧС России по республике Коми Александр Князев. 1 сентября вы знаете, что наши дети возвращаются с моря, с дачи, с деревень, которые отдыхали у бабушек, у дедушек. И немного они, наверное, все-таки расслабились и забыли, как себя нужно вести в городе, какие меры безопасности необходимо соблюдать при следовании в школу и школы, находясь дома и так далее. Поэтому я думаю, что и так стоим уместно. Ну и самое, наверное, вот в этом году главная задача у нас стояла о том, чтобы в год пожарной охраны еще раз показать о том, что есть такая служба, которая круглосуточно находится в готовности к оказанию помощи, какая бы беда ни пришла к человеку. Не только посмотреть, но и побывать в роли пожарного смогли зрители. Маленькие ухтинцы посидели за рулем пожарной машины и даже пополивали из огнетушителей и брандспойта. Анастасия Сверчкова, Олег Белькеев, Юрген, Ухта. День знаний празднуют и в соседнем Сосногорске. У всех образовательных учреждений города свои традиции. Андрей Калиничев узнал, что интересного в этот день происходит у кадетов. У каждой сосногорской школы есть свои традиции встречи нового учебного года. Так, кадеты 1 сентября устраивают небольшой парад. Знамя школы приветствуют воспитанники и коллектив образовательного учреждения, а также почетные гости. А гимназисты готовят мини-спектакль. Каким бы ни был сюжет, главная мысль всегда одна. День знаний – это главный праздник для подрастающего поколения. Кульминация действа – чествование первоклассников. У меня в портфеле книжки, у меня в руке букет. Все знакомые мальчишки удивленно смотрят вслед. Чего же я веселый? Я в зеркат на парад. Я иду сегодня в школу, это вам не детский сад. Кстати, в этом году первый класс кадетской школы особенный. Состоялся набор в год 95-летия Республики Коми, а посвятят ребят в кадеты в 2021 году, когда наш регион будет отмечать свой столетний юбилей. Первый сентября – это начало нового учебного года. Это день знаний. Это начало пути за пятерками, за победами, за новыми впечатлениями. День знаний. Школа пополнилась первым классом. Для них все первое. Для 11 класса – это последний день знаний в школьной жизни. Я надеюсь, что именно 11 класс, который будет, и любой ученик, который покидает школу, конечно, будет с благодарностью, трепетом вспоминать свою школу. Традиционными являются и напуственные слова, которые сосногорским школьникам адресуют почетные гости торжественных линеек. Ребятам желают только хороших оценок на занятиях, а педагогам – прилежных и послушных воспитанников. Примите мои самые искренние поздравления с этим замечательным праздником, Днем знаний, с начала нового учебного года. Удачи вам и благодарных учеников. Клуб ваш, ну, он очень, наверное, нелегкий, ну, по счастью, благодарный. Волнуются не только ученики и педагоги, но и родители. Для взрослых школьная жизнь позади, но она снова начинается, когда уже их дети садятся за парту. В преддверии того, что, как бы, все-таки мои детки пойдут в школу, да, я осознаю всю ответственность и того, что, как бы, наши дети – это наша будущая нация, которая, будучи образованным сегментом нашего населения, да, составит будущее России в целом. Всего в Сосногорске 1 сентября за партой сели почти 3,5 тысячи детей. Из них 363 в школу пошли впервые. 1 сентября – это День знаний. Это замечательный праздник для детей, педагогов и родителей. Я, как бывший педагог, приветствую этот праздник и поздравляю всех жителей Сосногорска с замечательным днём. И я хочу им пожелать, чтобы они хорошо провели этот учебный год, первоклассникам войти в эту семью, школьную семью, выпускникам, которые, выпускники, подготовятся к окончанию, определиться в течение года, дальнейший жизненный путь и пожелать им всего-всего хорошего. Первыми занятиями в сосногорских школах стали классные часы, посвященные 95-летию Республики Коми. Также прошли и занятия по безопасности жизнедеятельности, которые провели сотрудники отдела надзорной деятельности. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск, специально для телеканала Юрган. Торжественная линейка прошла и в Ухтинском государственном техническом университете. Около 1600 новоиспечённых студентов приступят к учёбе уже завтра. А сегодня с началом взрослой жизни первокурсников поздравил ректор Николай Цходая. Евгений Долгов продолжит. Сегодня Ухтинский государственный технический университет один из крупнейших многопрофильных вузов на европейском севере России. Учиться здесь хотят молодые люди не только со всей России, но и стран Азии, Африки и Южной Америки. Ежегодно вуз выпускает свыше тысячи высококвалифицированных кадров более чем по 20 специальностям. В этих стенах ведёт свою деятельность одно из лучших российских научных обществ. Всё в совокупности, называемое УГТУ, привлекает абитуриентов возможностью самореализации. Отсюда и большой конкурс. В этом году на самых популярных специальностях он достигал 8 человек на место. Счастливчиков, первокурсников, сумевших пройти жёсткое сито конкурса, сегодня по традиции приветствовал ректор УГТУ Николай Цходая. Невозможно заглянуть в персональное будущее каждого отдельного человека. Но общий прогноз для первокурсников 2016 года я сделаю уверенно. Здесь сейчас стоят будущие именные стипедиаты и обладатели дипломов с отличием. Будущие лауреаты и дипломаты научных конференций и творческих конкурсов. Будущие учёные, инженеры, руководители. А главное, достойнейшие граждане нашей любимой великой России. Поздравил первокурсников и руководитель городской администрации Магомед Османов. От себя лично от имени всех жителей городского округа поздравляю вас с этим праздником. Он действительно праздник особенный для вас 1 сентября. Потому что вы сегодня наступили в университет. Вы совершили сегодня свой первый подвиг, будем так говорить. И впереди вас ожидает долгий путь, который я очень надеюсь, что вы пройдёте достойно. В финале по традиции главное действующее лицо УГТУ Николай Цходая вручил студентке первого курса символический ключ к знаниям. Старт новому учебному году преподаватели и студенты знаменовали звоном колокольчиков. Евгений Долгов, Анастасия Сверчкова, Александр Миронов, Юрган Ухта. На сегодня это всё, о чём мы успели вам рассказать. Выпуски ухтинских новостей смотрите также на сайте нашего телеканала yurgan.rf. Всего хорошего.